Сегодня погода у нас так себе, но в силу необходимости вышла в город и немножко его вам покажу. Сейчас я нахожусь возле музыкальной школы, прохожу мимо, нужно зайти в пару магазинов, смотрите, можете видеть, довольно-таки неплохая у нас здесь аллея находится рядом. Сейчас я разверну камеру, покажу вам музыкальную школу и немножко, возможно, города. Вот такие вот скульптурки натыканы везде. Город, на вскидку, по центральным улицам довольно чист. Ну, скажу так, повожу вас немножко по таким чистым улицам нашего города. Насколько смогу, потому что погода не шибче, временами накатывают тучи, вы можете вот тут видеть в облаках, посмотрите. И боюсь, как бы я не попала сегодня под дождь, но тем не менее. Что успею, тут покажу, сейчас я немножко разверну камеру и показываю вам музыкальную школу. Детонки идут по лесу в поликлинику и смотрите, первые грибочки весенние. Ну, это, наверное, несъедобные, я не знаю, что это, но тем не менее. Точнее, уже летние, сегодня первое июня. И вот такую вот красоту я увидела возник пня. Супер, правда? Если вы знаете, что это, пишите в комментариях. И уже вовсю цветет и завязывается, уже лежание цветет и завязывается лесная малина. Смотрите, как красиво выглядит. Вот такая небольшая не то, чтобы аллейка, а не то, чтобы, скажем так, лесополоса между микрорайонами. И здесь вот можно встретить такое вот чудо природы. Сказать, такая краска черта. Вот. Видите, красиво. Здесь у нас музыкальная школа. Школа искусств, если будет правильно. В этой школе искусств у нас есть и музыкальные инструменты, и художественные классы, и хореография, и вокал. В общем, много чего. Дети ходят сюда в свободное время. По-моему, учатся 7 лет, если я не ошибаюсь. У меня дочка сразу загорелась, когда была еще совсем маленькой театральным искусством. Закончила первый класс в этой школе и перекорила. И больше не захотела. Вот такие вот славцы. Вот такая вот аллейка, по которой они проходят. И вот здесь вот себе тура такая вот находится. Там дальше. Второй и первый микрорайоны нашего города. Вот. Так вот выглядят окрестности нашей музыкальной школы. Там еще одна скульптурка. Их немного у нас по городу, но тем не менее они есть. Вот так вот. Вот там вдали виднее торговый центр «Березки». Тоже много разных магазинчиков, всяких полезностей и прочие мелочевки. Продуктовые и обувные магазины. Вот. А здесь вот второй микрорайон. Здесь у нас аллея. Еще одна аллея Славы, по-моему, она называется. Там же, вот в этом, на углу этого дома находится у нас картинная галерея, оптика. И еще что-то, не помню даже. Представляете? Вот такие вот села. Там еще такие разные кустики Наташины, клумбочки. В общем, ну, не беды так, навскидку. Для туристов город зеленый. Мы, наверное, уже к этому просто привыкли. Не зря говорят, что счастье в мелочах. Когда ты можешь ходить, говорить, слышать, слушать и видеть. Часто так бывает, что мы не замечаем обыденность этой привычной, а на самом деле. Наверное, стоило бы, потому что не всегда, скажем так, привычное и обыденное может быть настолько привычным. Оно может быть даже некрасивым. Смотрите, а она у себя. Вот поэтому. Так. А что вы думаете по этому поводу? О счастье в мелочах? Замечаете ли вы у вас у себя красивые вещи, красивые улицы и прочее? Цените ли вы то, что вы можете говорить, ходить, слушать, слушать, видеть? Пишите об этом в комментариях. Здесь у нас находится картинная галерея. Традиция имени Германа Пранишникова. Да, она находится на первом этаже в многоэтажке, но тем не менее она у нас есть. Сейчас я иду по улице Пятидесятилетия Октября. Вот такие вот у нас дома, пятиэтажки, хрущевки. На первых этажах во многих находится магазин. Монтажи у нас в Беларуси открылись. Есть фикс прайс. Ну, такой себе магазинчик, но тем не менее. Нелочевку разную можно взять, например, констовары для школы или еще что-нибудь подобное. То, что мне требует длительной эксплуатации, скажем так. Тоже будет. Пипермаркет копеечка. Жарптушка особенно магазинчик у нас в фирме на Беларуси, по-моему, с фабрики Рассвет или про вас. Не могу сказать точно. Все еще шарохаюсь, когда мимо проходят прохожие и смотрят на себя с удивлением, что ты говоришь на телефон, что ты записываешь. Наверное, я никак к этому не привыкну. Такая вот у нас улица каштанов. У нас много вот таких каштанов растут по улицам. Это реально красиво. Особенно, когда они цветут. Так выглядят на самом деле большинство наших улиц. Но тем не менее, что есть, то есть. Снимаю специально для тех, кто говорит, хотела посмотреть наши белорусские дороги. Вот они. Извечное отделение. Кто виноват и что делать? Да? Дураки дороги. Я хочу обратить ваше внимание, что я иду по центральной улице города. Это центр. Точнее, одна из центральных улиц в центре города. Где вот такие вот дороги. Представьте себе. Ну, конечно же, гастроном сети магазина «Алми». Куда же без него? Несмотря на то, что город маленький, у нас много чего есть. Относительно много чего. Относительно продуктовых магазинов. Открываются сети различные. «Алми», «Евроопт», «Копейка» и прочее. «Кафе Гринт». Что еще у нас? Ну, в общем-то, да. Единственное, что молодежи, подросткам пойти некуда особо. Вот как-то так. Ну, а здесь у нас городской центр культуры. Здесь уже более-менее облагорожены. И уже работают в фонтане. Ну, да, по традиции здесь кормят голубей. Здесь их много, особенно летом, да. У меня дочка, когда была маленькая, тоже здесь гуляли постоянно. Ей нравилось их подкормливать семечками, сухариками, что есть. Там вот растет такое красное дерево. Я не знаю, как оно называется, но мне нравится, как оно цветет. Красные такие цветы на нем. Очень красиво. Там вот еще с обратной стороны тоже есть такое же. Выглядит очень довольно-таки неплохо. Кто знает, как называется, пишите в комментариях. Вот так вот льют фонтаны. Возле воды, конечно же, прохладно. Но играет музыка, наверное, все-таки сегодня 1 июня. И, конечно же, день защиты детей. Его никто не отменял, хотя мероприятий никаких нет. Вот. Картинки, наверное, с картиной галереи детской. Не знаю. Ну, уже поставили батут. Вот так вот наш город, можно сказать, подготовился. В днем защиты детей. Ну, конечно же, клумбы. Клумбы и клумбы. А вот по ту сторону у нас Аллея Славы. Там памятники, монументы, бюсты героям Советского Союза Второй мировой войны. Здесь у нас проходят всевозможные парады. Парад ветеранов шел по этой же улице. Когда шли бессмертные пауки, тоже шли по этой улице. По нашей, по центральной дороге, конечно же, перекрывали. В этом году, да, мероприятий на 9 мая у нас не было. Но здесь парад шел по этой же улице проверили. Теперь не менее. Вот, как мы сейчас еще. Почему мы сейчас не знаем, как мы сейчас не знаем? А посторонние жители. Здесь рифтилочки. Прохладно. Несмотря на то, что здесь солнце. там у нас бывший кинотеатр юность кинотеатр был рабочий раньше его закрыли потом там был одно время бар пара кафе пар ночной парадис потом его тоже закрыли а сейчас просто здание пустую там одно время в 3d к инициатор потом тоже я не знаю куда его убрали в общем как-то так в ближайший кинотеатр на сейчас это порядком от нас минут 20-30 съезды автобусом но машины конечно же быстрее и конечно святогорская доска отчета славского района не будет сказать это можно сказать нас центр города до центре дороги получше в самом центре но все-таки продолжаете по той же улице центральной улице нашего города и вот так вот она выглядит местами местами я люблю говорить местами улочью так и у нас с дорогами вот так вот выглядит наш город так что будете у нас проездом не проезжайте мимо покажем много чего интересного уже в реальность здесь у нас памятник роман и шатиля основателю села шатилки на базе которых построена городе столкоску которым я живу еще шатилки назвали когда-то шатиловичами я если не забуду я оставлю ссылочку на историю шатилок и шатилович и нашей истории нашего края местного ского района в целом где вы можете посмотреть обо всем этом подробнее я скажем так мало владею не то чтобы мало владею наверное не могу не не смогу правильно вам подать информацию а там вот видео в которую которые снимали журналисты именно историки где это все собирали по крупицам я если не забуду я вам оставлю ссылочки на эти ролики конечно же вы сможете посмотреть более подробно историю нашего города и края здесь я покажу здесь единственная многоэтажка в городе у 16 этажей единственная многоэтажная многоэтажный дом да который в 16 этажей высоту остальные у нас максимум 10 этажки красиво да если убирают конечно если перейдем на обратную страну дороге я вам покажу красную нашу площадь ну что ж идем в красную площадь и конечно же наш Солоковский ориентир как у нас его зовут дом с часами дом на котором там вверх у нас остались пятьдесят часы они идут как бы показывают время буквально пару раз я в моей памяти куда они немножечко списали они там буквально было пару раз вот у нас озеленители занимаются уже клумбами у нас всегда здесь на крайне центральных улицах на площадях просто такие вот живые клумбы что называются и уже в принципе поскольку весна за тишина то да то занимаются я не только сейчас не знаю вместо неуместно но высаживают уже готовые цветы то есть не семенами готовые рассады или как я правильно называют вот такая вот штука посредине округа большой так можете видеть она с лампочками и на празднике и включают очень красиво кстати говорит и тоже скульптурка впереди мне очень нравится скульптура смотрится красиво и если повернуться на обратную сторону противоположную то вы можете видеть вот аллея такая она продолжается до набережной площади до ресторана там можно взять рестораны и набережная площадь возле реки почему набережная да многие знают что возле берега да и там вот их больше натыканы таких скульптурок очень красиво особенно для фотосессии вот там тоже был такой мостик голубенький у нас по этой улице любят автографироваться гулять выпускники очень красиво смотрится естественно там дальше наставал стоматологический центр стомарус есть милиция нам товарищи главное управление или головное как правильно называется поправьте меня я не знаю а там у нас как его называют мэрия или госдума заправление в общем администрация города и сейчас у нас здесь же строится двухэтажное здание вот там талии стоится центр медицинской семья и здоровье сутокольский филиал желобинского центра поскольку сам центр головной обществе находится в шлобине у нас будет филиал семья и здоровье какие медицинские здесь будут я не знаю но тем не менее мне для дочки нужен был ортодонт и его здесь не будет я звонила в сам центр да мне сказали его не будет и мы ездим сейчас вот такие утешки девчонки там тоже клумбы а вот здесь у нас такой указатель по городам дружественным беларуси не беларуси а слаборску то есть город дружественный нашему то есть сказать город колораж румыния город чернушка россия сливин болгария что еще колораж молдова мехета грузия указатели по городам интересного интересная скажу не тем не менее ну что ж идем дальше я сейчас хочу пройти сюда магазина светофор по дороге я еще подключусь и да вот здесь у нас находится хочу обратить ваше внимание несмотря на то что город маленький находится гостиница гостиница светлогорск три звезды хочу сказать что гостиница довольно приемлема по стоимости и если для туриста остановиться на сутки двое это будет не очень сказать накладно и в этот центр города вот напротив красной площади вот я сейчас стою на красной площади на самой и она буквально находится напротив здесь остановка городских автобусов по которой на которой останавливается большинство городских автобусов маршрутов то есть рядом красная площадь рядом магазины спуститься буквально полкилометра вниз и там будет набережная площадь то есть приехать и остановиться вообще ни разу не проблема с обратной стороны тоже на строковый центр и рядом кафе 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 это одноотажное остальное которое называется старый город и тоже трехэтажный торговой центр где у нас разные мелочи всякие магазинчик для животных мебельные магазинчики ламинат и прочее и страховая компания там же а здесь у нас основное отделение почты после благорского района главное управление в министерстве финансов по хомельской области нет это министерство финансов я ошиблась почту мы прошли только что почта там а здесь министерство финансов биржа труда здесь же по моему на втором этаже органы опеки ну всяко такую вот на первом этаже биржа по трудоустройству населению заработанному так же позвать уже сама у себя в городе начинаю путаться так представляете у вас такое бывает когда вы далеко давно в районе в другом районе города бывали и потом попадаете да у себя же в городе и вы забываете что там находится у вас такое бывает когда-нибудь как видите у меня бывает иногда потому что здесь уже в этом районе тысячу лет пешком не ходила вот это вот старый старый город еще двухэтажный самая первая улица которая была построена лаворска с которой начиналось строительство города это улица с той стороны вот в том направлении и первый дом который был построен на данной улице он был построен в 54-м году 1954 году но несмотря на это статус городу был представлен в 1961 году вот такая вот улочка самая старая улица именно городская потому что там если в ту сторону пройти к набережной да и все как бы мы спускались и спускались по улице там частный сектор ну шатилки их так и называют шатилками потому что здесь было шло шатилки и изначально шатиловичи можете погуглить интернете если я не забыла оставлю да вот статус города был посыл в 1961 году город довольно молодой и как вы можете видеть да между домами такие вот как бы у заборчики растут деревья это девчонки плодовые деревья а почему потому что здесь возле вот этих вот домов вот с этой стороны и с той стороны да тоже плодовые деревья и раньше было принято того из-за таких вот домиков когда отстроилась на улице даваться рядышком по одной сотке земли участка для такого чтобы из квартиры люди живя в квартире могли что-то сюда возле дома посадить и вот эти плодовые деревья оставались до сих пор вот ломбард до проходим на март деньги миг мигом ломбард с 9 до 9 давайте глянем что здесь у нас берут золото телефоны ноутбуки телевизора плачета и т.д. быстро удобные телефоны ни разу не пользовалась ничего сказать не могу поэтому как-то так но тем не менее есть такая у нас штука да на чем я остановилась давали такой вот типа были типа охородики вот между домами и жители раньше еще наверное советское время пользовались мега участочками такими посмотрите вот высажены цветки кто-то до сих пор есть люди которые сих пор сажают кундочку на этих на этой территории и это реально красиво и здорово на самом деле жалко что это все заброшено сейчас вон там вдали растет сирене мы сейчас с вами перейдем на обратную сторону улицы этой же и здесь с обратной стороны у нас находится дворец культуры энергетиков точнее бы точный дом культуры энергетиков был открытше чем был присвоен городу статус в принципе город остановки уже культуре на все более-менее но в общем идем дальше до с обратной стороны где мы переходим на хоть с красное такое здание за елочками там старая первая школа в этой школе еще училась поколение наших родителей она трехэтажная сейчас там у нас находится опыка и разные такие кружки секции такого вот всего плана и опыка учебно-производственный комбинат делать дети десятого одиннадцатого класса ну входит получается какие-то корочки в принципе она сейчас действует в таком плане на действующие там не проводятся такие уроки школьная и опять же различная проблема дичьевики бураки или дороги что делать я уже говорила у нас неделя вторую неделю до дождей вот такие вот лужи не смотрят что солнце а не смотрят что я вот что идем дальше попозже еще подключить что-нибудь интересное вам покажу здесь у нас находится слогурский дом ремесел он занимает первый этаж трехэтажного здания здесь в основном насколько я знаю занимается дерево пробудка и мы получим ремеселом честно сказать не могу тысячи лет здесь не было в принципе лариса и сходила раньше в кружки в какие-то то это богачи в школе у меня голые а больше двадцать лет тому назад я щас идем до светофора кеша говорила а там вот вдали у нас виднеется слогурская электростанция и еще одна речь называли когда основывали город ассибирский город с ее строительства принципе началась закладка строительства города такие дела девчонки ну что ж я буду закрывать потому что до магазина я дошла нужно сделать кое-какие покупки и домой потому что уже гуляю наверно бедный час поэтому как-то так нужно еще дома дела переделать если будут интересны вам ролики с покупками из подлинных магазинов аля судафор фикс прайс и прочего вы мне пишите в комментариях буду будем разбирать и покупки это могут быть как отдельные так и не только и белорусские товары скажем так если будут такие ролики вам интересны возможности ценами у нас будут действовать вы мне пишите в комментариях что вы думаете о роликах с покупками и прочее а на сегодня все пока показано сегодня что погадали со мной